Все то, что происходит в Соединенных Штатах, в этой предвыборной гонке, оно вот как-то непонятно влияет. Вроде бы вот мы получили F-16, вроде бы мы видим вот Курскую операцию, которая тоже несет в себе очень много ответвлений, геополитических в том числе. То есть мы декларируем, что нам эта территория не нужна, и фактически этой декларации мы говорим о том, что мы готовы ее менять, ну, как бы на свою территорию. Поэтому вот мы открыты к этим предложениям. Ну, почему-то вот пока что все так вот застывает на этом моменте. И еще вот The Times пишут, что США блокируют использование Украины и британских ракет Storm Shadow. То есть, как бы, ладно, Таурусы, это вот пока что, условно говоря, далеко, но вот уже есть вот эти вот Storm Shadow. Вот уже Британия говорит, что мы готовы. Но, как пишет издание, то ли бюрократический процесс, то ли какой-то политический процесс. То есть идет какая-то вот такая определенная пробуксовка, которая, мне кажется, как мне кажется, она вот связана именно с предвыборной гонкой. Нет, к сожалению, это не вопрос только предвыборной гонки. Это, на самом деле, стратегическая установка этой администрации, в которой тон в этих вопросах задают директор ЦРУ Бернс. Не будем забывать, что до этого он был дипломатом, был послом Америки в России, был заместителем госсекретаря во второй администрации Обамы. И Джейк Салливан, секретарь Совета национальной безопасности, они убеждены, что нужно сохранение хотя бы внешнего статус-кво. Да, нельзя допустить, чтобы Украина проиграла, хотя как бы в начальном этапе путинского вторжения они, в общем, с этим смирились. И только героизм украинцев и политическое лидерство Зеленского и его команды, в общем, ситуацию поменяли. Но на протяжении последних двух лет, вот как бы в западном общественно-политическом дискурсе, вот крутится вот эта идея о том, что да, надо спасать Украину, но нельзя, чтобы Россия проигрывала войну, потому что мы знаем из истории, крупные военные поражения вели в России к переменам. И после Первой Крымской войны, середина XIX века, там отмена крепостного права и там вообще либеральные реформы, пожалуй, самой либеральной в истории России. И русско-японская война, как мы знаем, привела к конституционной монархии. И поражение в Холодной войне, вывод из Афганистана, крах Советского Союза. То есть они достаточно логично предполагают, что если Украина поднимет флаг о прапор в Севастополе, то это может привести к кардинальным изменениям в России, к краху путинского режима. Я считаю, кстати, вероятность этого очень велика. Просто психологический шок такой. А дальше начинается непредсказуемое. Вот важно понимать, что Байден, Шольц и все так называемые лидеры свободного мира, которых я называю менеджеры, они панически боятся вот этого непредсказуемого. Что случится потом, не знает никто. А им хочется, чтобы когда оно все шло по накатам. Ну вот представьте себе, вот еще раз Шольц. Ну когда он вообще думал, что он может стать канцлером Германии? В общем, за штатный чиновник из Гамбурга, там мэр Гамбурга носил, за Шрёдером носил чемоданчик там, в принципе, с документами. Достаточно серый как бы человек, но так история распорядилась, что Ангела Меркель фактически убила все творческое начало у христианских демократов. И вот этот невыразительный политик Шольц побеждает на выборах с минимальным перевесом человека, у которого вообще харизма была отрицательная. Потому что там других людей в ХДС просто не осталось. И вдруг он случайно становится канцлером. И смотрите, он становится канцлером, он становится коалицией, зеленый там, все хорошо, газ идет, северный поток один, два, бизнес России складывается, ну да, Крым там все. И вдруг, вдруг на него обрушивается вот эта все вот война, настоящая полномасштабная война. Надо просто все менять. Это же человек, который вырос в Германии, в которой доминировали идеи вот этой немецкой вины, что надо, в принципе, дружить с Востоком. Он был социал-демократом. Для него кумирами были Вилли Брандт и Гельмурт Шмидт, вот эти первые социал-демократические канцлеры. И он должен все менять. Вот представляете, вот он должен все менять. То есть для него это просто, ну это, знаете как, у робота просто начинается выключать какие-то системы просто в голове. И если бы мы сказали пять лет назад, что главный вопрос, в принципе, значит, о его администрации будет отправка немецких танков под Курск, он бы сошел с ума просто. Просто на секунду. И вот он должен с этим иметь дело сейчас. То есть я понимаю, как бы, что он, наверное, старается, но это проблема масштаба гораздо большего. То же самое для Байдена. Вот, конечно, он там в политике 50 лет, хотя, как шутят, что Байден занимался внешней политикой 40 лет и всегда был не на той стороне. То есть как бы всегда, как говорится, был со стороны, которая принимала неправильные решения. Опять, надо менять все кардинально, но Байден не готов. Но он всегда был достаточно осторожен. А в 80 лет, ну какие тут перемены. И они инстинктивно цепляются за мир, которого больше нет. А они пытаются его сохранить. Мир, в котором есть ООН с большим количеством диктаторов. Мир, в котором Хамас и Хизбалла считаются партнерами для переговоров. Мир, в котором Талибану отдают весь Афганистан вместе с американским оружием в огромных количествах. Мир, в котором Мадуро, наркокартель Мадуро просто управляет Венесуэллой, подписывает договор с американцами о снятии санкций, а потом отказывается, фактически аннулировав исход выборов, на которых они с треском проиграли. Вот этот мир они боятся разрушить. Здесь требуется Рейган, Тэтчер. Тут требуется калибр другой совершенно людей. Это, на самом деле, глобальная война. Украина – это передний край войны, но она также идет сейчас в Газии, она идет в Венесуэле, фактически. Она может разразиться в любом месте на Дальнем Востоке, Тайвань. Это поход сил тоталитаризма против сил свободы. И в Украине сегодня решается во многом, какой вектор движения человечества будет дальше. Но для того, чтобы принять это решение, я повторяю, нужны политики другого масштаба, понимающие свою историческую ответственность. На Западе есть все, что необходимо для украинской победы. Есть и ракеты, есть и деньги, есть и снаряды, все есть. Нет политической воли. Страх перед этими переменами. Да, есть поляки, есть балтийские страны, есть румыны, есть чехи, все понимают все. Но совершенно очевидно, что они не могут решить эту проблему без того, чтобы американцы и в том числе немцы наконец пересмотрели свои внешнеполитические установки. Ну вот вы сами сказали, что он как бы старается. И это действительно так. Очень много помогают. Да, он сам не стесняется об этом говорить. Он говорит, ну вы посмотрите, сколько Германии помогает Украине. Это миллиарды долларов. И вот они опять говорят, что вот 10 зенитных установок Гепард, 16 гаубиц, 10 танков. Вот опять эта помощь пришла. И как раз таки вот в этот момент, когда снова поднимается вопрос Тавруса. То есть можно сказать, политически есть чем крыть. Можно опять сказать, что вот мы помогли. Значит, смотрите, да, безусловно. Но опять в рамках этой же парадигмы дать Украине столько, чтобы она могла продолжать войну и не оказалась там в ситуации, когда она нечем будет отстреливаться. Хотя, не забудем, 6-месячный снарядный голод был искусственно вызван американской администрацией. Вся же эта история, вот помните историю 61 миллиард долларов? Сколько байденская администрация обвиняла республиканцев, что они это блокируют? Ответ да. Конечно, Трамп хотел заблокировать. Но нюанс в том, что Байдену и не нужен был этот пакет для того, чтобы давать оружие Украине. Способов у президента дать оружие в Украину сколько угодно. И давайте просто честно скажем, этот пакет, он использовался пока, ну там просто по мизеру. Несколько миллиардов долларов из него было использовано. Да, из 61 миллиарда 36 пошло в американскую оборонку, там, на американские заводы. Но из этих 25 оставшихся Украина получила, ну, я не знаю, меньше 20 процентов. Я не знаю точных цифр. Но это, опять, это даже близко не тот объем, который можно было бы заправить. И теперь самое главное. В документе, который был проголосован в Конгрессе, черным по белому было написано. К июню месяцу, к июню месяцу, американская администрация должна предоставить план стратегический ведения войны в Украине. Какие цели? Август заканчивается. Где документ? Нет документа. Несколько ведущих американских, там, военных экспертов, ну, отставные военные и политиков подписали открытое письмо несколько дней назад. Один из них, это генерал Бен Ходжис, это мой большой друг, он, кстати, тоже член борда нашей организации. А требующий от американской администрации наконец-то определить на исходе третьего года, а за что воюем. Ведь очень важно, что американская публика должна понимать, вот, избиратель, для чего даем оружие. И американская администрация отделывается этой фразой. Будем поддерживать Украину так долго, как придется. Но это не формулировка цели войны. Цель войны – это победа. Победа, которая должна включать, об этом мы говорили на форуме «Свободная Россия» еще в первые самые дни, самые страшные дни февраля 2022 года. Победа должна включать в себя освобождение всех территорий до Севастополя включительно, выплату репараций в соответствии с международными оценками и придание суду военных преступников. Вот это цели, которые достойны свободного мира. Эти цели до сих пор не озвучены. И именно поэтому идут вот такие перебои. Да, даем оружие, но мы не знаем, где предел. Чтобы понимать вообще, как говорится, масштаб немецкой помощи, надо отфиксировать простой факт. Северная Корея дала больше снарядов России, чем Германии и Украине. Северная Корея. Нет, понятно, там снаряды плохие, там некачественные, но больше. Это больше. Что Германия не могла за два с половиной года наладить производство? Почему переговоры с Ryan Metal, крупнейшим ювелирским производством оружия, завершились только недавно? Только в 25-м году Ryan Metal начнет массовое производство снарядов. 155 миллиметров. Шольц уже в конце февраля 2022 года пообещал 100 миллиардов на перевооружение, на военную промышленность выделить. Но эти деньги все равно висели в воздухе. А Ryan Metal не мог начать производство без того, чтобы получить заказ на несколько лет вперед. Только сейчас вроде бы это согласовано. Да, понятно. Они двигаются в эту сторону, как вы правильно сказали. И ракеты какие-то пришли, и танки пришли, и даже в 16-е тоже два с половиной года не могли. То есть их там стоит, там бог знает сколько просто. Когда там рассказывают вам, что, знаете, украинские пилоты не могут английским выучить нормально. Это серьезный аргумент, который они... Нет, это аргумент, который они в частных разговорах используют. Нет, это просто... У нас проблема с обучением. Я говорю, ребята, сколько требуется на гугле перевод сделать украинский, если они уже такие... В общем, все перевести просто. И что там нету в Канаде или в Америке нет пилотов украинцев, которые могли бы... Ну, опять, отговорки смешные. Но теми дают медленно, в час по чайной ложке. И Курская операция, совершенно блистательная операция, в общем, как мы видим на сегодняшний момент, она, конечно, повергла всех в шок. Потому что это просто... Тут как-то все уже привыкли к такому размеренному ритму. Там русские наступают, Украина обороняется, там может быть контурдар какой-то тут. А тут вдруг просто продемонстрировано, что все эти страхи, все эти красные линии, весь этот миф, который раздувался, он просто лопнул, как мыльный пузырь. Король голый. Украина продемонстрировала буквально за две недели, что вся эта западная политика базировалась на абсолютно неправильной оценке возможностей путинского режима. Продолжение следует...